Всем привет, я надеюсь вас не отпугнула обложка видео и надеюсь, что мой обзор будет все-таки лучше, чем фильм. Но дело в том, что сегодня у меня в руках реальная вещь не для самых нормальных сознаний. Благо в мире гитаризма их хватает. Дело в том, что Электро Хармоникс это ребята, которые не думали перед изобретением каких-то вещей, что нужно человеку, что требует спроса и надо его удовлетворять. Они сначала придумывают какие-то вещи, а потом уже кидают их причем в серийное производство и говорят, мол, мы придумаем, а вы уж мучаетесь, как все это применять. И сегодня у меня в руках одна из таких вещей, это RingFing и это кольцевой модулятор. То есть он выдает нам какие-то непонятные, причем тонкие точные настройки эффекты модуляции. Говорят, что здесь можно накрутить и хорусы, и октавер плюс-минус две октавы, но для этого, мол, требуется время. Сегодня у нас будет такой блиц-опрос конкретно этой педали. Что касается по оформлению. По оформлению это у нас, на удивление, педаль покрашена. Обычно они так не парятся. Педали, ну, они просто готовятся, как я всегда говорю, к зомби-апокалипсису, потому что педали Elite Harmonious это самые крепкие, неубиваемые педали. Что касается регулировок, здесь у нас все обычно. Это блин-соотношение чистого сигнала обработанного. Это сама по себе регулировка волны, искажение фильтр, рейт, глубина искажения и еще какая-то штучка, не знаю. Дальше у нас есть переключатель пресетов, причем он нажимается и регулирует в три положения пит-шифт. Кнопка выбера пресетов и их настройки, и, соответственно, статус, то есть ку-выкол. Примечательной особенностью то, что у нас стереовыход есть, то есть можем играть как в моно-режиме, так и примешивать сигнал, очень обработанный отдельно. И сюда можно еще вставить педали экспрессии громкости, и с помощью них разнообразить потенциал. В общем, основная задумка в том, что вы сами накручиваете себе оригинальные ваши индивидуальные эффекты модуляции, не похожие ни на кого больше в мире либо. Дальше сохраняйте все это в пресеты и пользуйте. Ну, давайте попробуем. Давайте для начала послушаем все пресеты по очереди, а уже потом попытаемся собственноручно отрегулировать какой-либо из них. Я поставил все переключатели на 12, чтобы было наиболее оптимальное соотношение чистого сигнала, обработанного самой по себе волны, или чуть-чуть завысил сам по себе эффект модуляции, чтобы было наиболее понятно. Начнем, как обычно, с чистого звука. Тугая байпасовая кнопка. Ну, это какой-то неудачный музыкальный интервал. С колокольчиками, что ли? Ладно, первый пресет. Очень качественно, чисто, вибрато. Идем дальше. Неприятный свистящий тембр. Давайте пойдем дальше. Не знаю. Я не знаю, давайте дальше. Дальше. У меня такое ощущение, что на разные ноты он выдает разный сигнал. Музыкальный интервал. Ладно, идем дальше. Во, вот это классно, это клубняк. Это прям... Можно такое еще создать. Создать звук в автомобиле. Вот этот эффект можно по скорости менять. И вот он реально классный. Он мне очень нравится. Я из-за этого взял, собственно, другую, или эту хармоник с реверсом. Вот это да. В принципе, эффекты все чистые, эффекты хорошие. Эффекты такие фановские, все-таки фортепьяно больше идут. Их просто надо выставлять музыкально. Ну вот, когда вот такая штука вылазит, это просто... Вот джанк, вот, я не знаю. Если бы он был хуже, он был бы таким. Ну, это даже страшно брать даже аккорд. Господи. Так, давайте покрутим что-нибудь. Слушайте, а регулировки на самом деле реально меняют звук до неуздаваемости. Малейший сдвиг, и эффект вообще другой. Очень сильно меняет звук сам по себе переключатель пресета, потому что, смотрите. Нажали. Нажали. Как бы очень, ну, переключение тембров, что ли, я не знаю. И он, в принципе... Он везде работает по-своему. Итак, какие у меня остались впечатления после знакомства с данной педалью. Ну, во-первых, хотел бы предостеречь комментарии юных зрителей, мол, купил себе процессор, и все это фигня, и все это не надо. Такие педали... Педали это вообще отдельная философия. Но такие педали это еще плюсом отдельные темы для отдельных, конкретных, далеко не начинающих людей. И я знаю людей, которые, ну, реально кайфуют от подобных вещей. Да, вещь диковинная, вещь интересная. И я так ее вижу, представляю, скажем, если вы играете какую-либо техно-музыку, очень насыщенную всякими инструментами, синтезаторами, очень много идет по минусу фоново. И гитарист нужен как элемент шоу, как именно элемент инструментального выступления, окраса, визуального всего этого концертного выступления, который рисует какие-либо эффекты, фишки, издает какие-то звуки в нужные моменты. То в таком случае эта педаль прямо незаменимая вещь, и очень даже интересно и деликатно будет смотреться в педаборде. В общем, последний гитарист Ивана Дорна душево продал за эту педаль, если бы увидел это видео. Что касается нормальной музыки, рок-музыки, повседневной жизни, здесь можно нарулить ну 3-4 звука, которые в принципе всякие вот всплывающие, затухающие вещи, октаверы, интересные немного хорусы, такие варианты, которые в принципе применять можно в обычной музыке. И эта педаль способна качественно, очень качественно, очень фирмово, очень чисто заменить на высоком уровне несколько педалей. Но в основном, все-таки она позиционируется как нечто странное, нечто такое вот. Но такие педали должны быть, потому что иначе бы не появилось очень множество, большое множество эффектов и режимов в тех же самых процессорах, которыми мы сейчас пользуемся. И за это спасибо Элетту Хармоникс. Ссылку на педаль я помещаю в описании, на сегодня у нас с ней все. Мы, конечно, не раскрыли весь ее потенциал, потому что в примере одного видео это будет сделать очень-очень тяжело. Но спасибо вам за совместное знакомство с этой интересной вещицей. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои выпуски. Всем пока, до новых видео.